Светлана Кудрявцева в этом году поведет своего внука в первый класс. Где приобрести красивый букет к первому сентября, женщина еще не решила. Главное, чтобы цветы были свежими. Я уже сегодня внуку звонила, сказала, что с цветами пойдешь. Он говорит, не знаю. Я говорю, как не знаешь. Конечно, с цветами должен быть. Самыми красивыми. В цветочные магазины Владимира уже начали поступать большие партии роз, хризантем и лилий. Также в праздничных букетах флористы часто используют яркие герберы. Часть цветов привозят с нашего юга, но львиная доля приходится на поставки из-за рубежа. Чтобы избежать штрафа в размере до 10 тысяч рублей, крупные магазины обязаны сообщать о прибытии иностранной цветочной продукции в Россельхознадзор. Каждую партию эксперты проверяют на наличие опасных вредителей. Если маленькие предприятия привозят в основном из Москвы, то есть продукцию завозятся, то такие крупные предприятия завозят продукции из других стран. Мы начинаем досмотр, соответственно, цветочно-горшечных вот этих растений. Такие проверки в нашем регионе проводятся с 2013 года. Это необходимо для того, чтобы вместе с цветами в область не завезли насекомых. Опасность представляют паутинный клещ, белокрылка и щитовка. Выпали какие-то очень черные точечки. И чтобы определить, что это такое, мы берем на образец лабораторию. Вот иголочкой поддеваем и складываем. Обнаружить карантинных вредителей можно только под увеличительным стеклом. Самым опасным является калифорнийский трипс. Это насекомое не больше двух миллиметров. И оно не боится даже химикатов. Очень опасный вредитель для всех культур. Так что он полиграф, он питается соком растений, овощных, цветочных и даже плодовых растений. Найти его очень тяжело, так как он прячется в бутонах, в цветах. В продажу поступают только проверенные цветы. Стоимость букета к первому сентября в этом году составит от 500 рублей. Но многие родители готовы ограничиться подарком попроще. Например, гладиолусы у бабушек на рынке стоят 200 рублей. Владимирские садоводы также продают астры, цинии и георгины. Выращивали в сновицах. У меня свой дом. 150 рублей сейчас букет. Чтобы букет долго радовал педагогов, надо правильно выбирать цветы. Например, у свежесрезанных рос бутоны упругие и немного жесткие. Опадающие лепестки говорят о том, что цветок простоит не больше суток. Поэтому многие флористы советуют покупать букет не накануне, а в день знаний. Григорий Кошкин и Дмитрий Манапов. Губерния 33. Продолжение следует...